Продолжаем наши уроки, посвященные вопросам идеологии. На прошлом занятии мы разбирали атрибуты действия, некоторые атрибуты действия, и закончили их разбирать. Последними атрибутами были атрибут речи и правдивости. Мы говорили, что Бог обладает речью. Доказательством тому, конечно же, является наличие откровений, наличие священных книг, в частности, священного Корана, который является речью Бога. Это наилучшее доказательство наличия у Бога этого атрибута действия. Или же правдивость. Правдивость мы также разобрали, как один из атрибутов действия. Сказали, что нет никаких причин Богу лгать. Он не нуждается ни в ком, не преследует никаких целей, никакой своей выгоды, так как является самодостаточным. Он всезнающий. От него не скрыто ничего совершенно, чтобы он мог ошибиться в чем-либо. Помимо этого, также в Откровении сказано, «Ва мэн астау мин Аллахи хадиса» «И кто же правдивее Бога в речах?» Поэтому как разум, так и Откровение утверждает о наличии этих атрибутов. Но, как мы говорили на прошлом занятии, мы закончили с этими атрибутами. Мы разобрали наиважнейшие. Те атрибуты действия, относительно которых имеются наибольшие разногласия. Из сегодняшнего занятия мы разберем очень коротко, но все же разберем атрибуты, которые отрицаются. Так называемые атрибуты отрицаемые. Мы в самом начале данной темы, в самом начале, когда только-только приступили к рассмотрению атрибутов Бога, говорили о том, что атрибуты Бога делятся на отрицаемые и утверждаемые. Утверждаемые мы поделили на атрибуты самости и атрибуты действия. И закончили с утверждаемыми атрибутами. Из сегодняшнего занятия начнем разбирать отрицаемые атрибуты. И напомню вам, что отрицаемые атрибуты – это атрибуты недостатка. То есть те атрибуты, наличие которых свидетельствует о недостатке. Именно поэтому они отрицаются. Здесь этих атрибутов также огромное множество. Все их мы разобрать не сможем. Мы разберем только самые актуальные, самые важные, самые значимые, на которые очень часто не обращается внимания. Итак, первый отрицаемый атрибут – это сложность. Сложность является отрицаемым атрибутом Бога. То есть мы отрицаем данный атрибут от Бога. Что из себя представляет сложность? Что означает сложность? Сложность означает, что тальная вещь состоит из частей, из составных частей. Например, человеческое тело является чем-то сложным. Почему? Потому что состоит из множества элементарных частиц, атомов, молекул и так далее. Состоит, и даже если рассматривать человеческое тело в макроплане, то даже в этом значении человеческое тело состоит из частиц. У него есть руки, ноги, голова, глаза, уши, нос и так далее и тому подобное. Разные части тела. Не говоря уже о том, что сами эти части состоят из множества микрочастиц. Это есть сложность. Или же, например, автомобиль. Автомобиль является чем-то сложным, состоящим из колес, из руля, из двигателя, из кузова и так далее и тому подобное. И все, что состоит из подобных частиц, все, что состоит из частиц, является сложным. Бог не сложен. Бог не является сложным, не состоит из частиц. И доказательством тому является то, что сложность непременно предполагает наличие нужды. То есть сложность, следствием сложности есть нужда. Нужда в чем? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо разобрать другой вопрос. В чем сложность нуждается? Дело в том, что все, что является сложным и как следствие состоит из частиц, отличается от своих частиц. От каждой отдельно взятой своей частицы. Например, человек не является головой. Человек не является своей рукой. Человек не является своими ногами. Или же автомобиль. Разве мы можем назвать колесо автомобилем? Разве мы можем назвать кузов автомобилем? Разве мы можем назвать двигатель автомобилем? И так далее и тому подобное. Это все говорит о том, что часть не есть целая. То есть те части, из которых состоит нечто сложное, не является самим сложным. Но при этом эти части необходимы для того, чтобы сложное состоялось, чтобы это сложное проявилось, чтобы это сложное и самость этого сложного образовалась. Например, на примере с автомобилем. Несмотря на то, что колесо не есть автомобиль, но при этом автомобиль нуждается в колесе, чтобы стать автомобилем, чтобы обрести свою самость. Автомобиль нуждается в двигателе, автомобиль нуждается в кузове, чтобы обрести свою самость. но в чем нуждается нуждается в колесе что значит нуждается в карете нуждается в двигатель что это значит это значит нуждается в чем-то вне себя потому что колесо не есть автомобиль колесо не есть, двигатель не есть, автомобиль, кузов не есть автомобиль. Раз части не есть целая, значит, целая нуждается в чем-то вне себя. То есть автомобиль нуждается в чем-то, что не является автомобилем. Если мы будем утверждать, что Бог есть нечто сложное, состоящее из частей, значит, Бог есть нечто нуждающееся и нуждающиеся в ком-то вне себя, то есть в ком-то или в чем-то, что не является Богом. То есть, таким образом, он не самодостаточен, и это полностью противоречит понятию Бога, полностью противоречит понятию необходимого бытия, необходимого сущего. И таким образом, Бог не может быть сложным, Бог не может состоять из частей, так как сложность предполагает наличие нужды. А нужда невообразима в отношении Бога, невообразима и полностью противоречит самости необходимого сущего и необходимого бытия. Это первый отрицаемый атрибут. Итак, второй отрицаемый атрибут – это телесность. Бог не является телесным, тело не присуще Богу. Это невозможно. Что такое тело, прежде всего, нам необходимо определить. Тело – это все то, что обладает объемом, то есть, тремя углами. То есть, Бог не обладает тремя пространствами. То есть, высотой, шириной и длиной. Высота, ширина и длина – это три пространства, которыми обладает любое тело. Это особенность, это особенное свойство тела. И когда мы говорим о том, что Бог не обладает телом, Бог не является телесным, мы говорим о том, что Бог не обладает этими пространствами, Бог не обладает этими измерениями, Бог не обладает объемом. Бог не является объемным и, как следствие, не обладает высотой, шириной и длиной. Почему? Каковы доводы на это? Доводы на это имеются как из разума, так и из откровения. Доводы откровения от непорочных имамов, непорочного семейства пророка Мухаммада, передается, что Бог не является телом. Например, его связываясь, имам Реда, изволил сказать, Для дизмон, то есть Бог не является телом, не является объемным, не обладает высотой, шириной и длиной, этими тремя измерениями. Что касается доводов разума, то здесь все еще более ясно, еще более очевидно. Дело в том, что объемность предполагает нужду. Нужду в чем? Нужду в пространстве. А все, что находится в пространстве, является нуждающимся. Можно ли себе представить нечто объемное, нечто телесное, что не находится в каком-либо определенном пространстве, в каком-либо определенном месте? Это просто невообразимо. Разум подобного представить себе не может. Все, что обладает объемом, находится в каком-то определенном месте, в каком-то определенном пространстве. А значит, он нуждается в этом пространстве, нуждается в этом месте. А значит, не может быть в другом месте, является ограниченным. Поэтому все, что телесно, более того, что оно, как сказано в священном Коране, нет ничего подобного Богу, это указывает на то, что все, что является объемным, все, что является телесным, является творением Бога, является сотворенным. Что значит сотворенным? Значит, возможным сущим, возможным бытием. А это что значит? Это значит, что нуждающимся, все, что обладает телом, Он все, что обладает объемом, является нуждающимся, а он Бог единый, ни в чем не нуждающийся и самодостаточный, не нуждающийся в том числе и в начальной причине, абсолютно ни в чем не нуждающийся. Поэтому в отношении Бога телесность, объемность невообразима, невозможна. Таким образом, Бог не является телом, Бог не является объемом. Этот вопрос является актуальным вследствие того, что некоторые мусульманские течения все-таки приписывают Богу телесность, даже более того, приписывают Богу органы, как мы приводили ранее, например, Абу Яла Аль-Хамбали, хамбалитский ученый, и более того, один из активнейших распространителей этого учения, хамбалитского учения, принимало в отношении Бога все части тела, все органы, помимо бороды и половых органов. Он говорил, я принимаю все, руки, ноги, голову, голень, стопы, нос и так далее и тому подобное, но не принимаю бороду, Бог безбородый и не принимаю половые органы. Это убеждение, этот взгляд является абсолютным заблуждением, и более того, что это является верой в телесность Бога, более того, это является верой в сложность Бога, как раз верой в то, что мы в начале данного нашего обсуждения отрицали, как один из атрибутов Бога. К сожалению, это учение, это хамбалитское учение на сегодняшний день в мусульманской мире широко распространено, немножко под другим названием, под названием ваххабизм или салафизм, но в любом случае оно распространено, и, к сожалению, многие мусульмане поражены этой болезнью, болезнью веры в телесность Бога. Они верят в то, что Бог такой же телесный, как и люди, такой же телесный, как и Его творение, такой же объемный, и даже более того, у Бога есть жилье, в котором Он живет, дом, в котором Он обитает. То есть полнейшее и абсолютнейшее уподобление Бога Его творениям, что совершенно неприемлемо. Бог бесподобен. Нет ничего подобного Богу. И поэтому телесность – это нужда, ограниченность и уподобление творениям, что неприемлемо в отношении Бога. На этом наше занятие подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту.